Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube-канала. Не так давно в нашей группе ВКонтакте, да-да, у нас есть группа школы козоводства Вячеслава Шаталова ВКонтакте, где уже более 6 тысяч козоводов состоит в нашей группе. И я предложил участникам написать вопросы, которые их интересуют из области козоводства, пообещав снять видео с ответами на них. Что я с радостью и делаю? Первый вопрос. Добрый день, как и чем правильно глистогонить сукозных коз? На дворе лето, а некоторые кашляют. Читало, что бывают и легочные гельминты. Как узнать, ветеринаров нет, только по кошкам и собакам. Смотрите, если животные кашляют, в первую очередь всегда мы исключаем возможность заражения гельминтами. А затем уже, если кашель продолжится, то ищем другие возможные причины данного кашля. То есть, для того, чтобы проглистогонить коз, можно использовать любой препарат. Есть Меродок, Аверсект, Ивермек, Эпримек. У всех у них дозировка 1 мл на 50 кг живой массы коз. Так вот, вы написали, что козы сукозные. У беременных коз гельминтизацию мы проводим не ранее, чем через месяц после покрытия. И не позднее, чем за месяц до окота. То есть, у нас есть 2, 3, 4 месяцы беременности. В эти месяцы можете спокойно проводить гельминтизацию своих животных. Дегельминтизацию. Далее момент. Сейчас лето, и вполне вероятно, вы не написали. Но вдруг, если у вас дойные козы, то из всех препаратов, которые я назвал, вам подойдет только и Примек. Он не имеет ограничений по молоку. Так как у остальных препаратов, что Аверсект, что Ивермек, что Меродок, у них ограничение по молоку 28 дней. То есть, после использования такого препарата 28 дней, вы молоко не можете использовать в пищу. И уж тем более его продавать вдруг там малые дети. Поэтому, если козы дойные, то используйте Примек. Он не имеет подобных ограничений. И молоко можно спокойно использовать в пищу и пускать в переработку. Второй вопрос. Я бы хотел услышать про правильный рацион питания для козы 6-ти литровки. Конкретно, сколько нужно в день и каких зерновых? Сколько протеина в день она должна получать? Заранее огромное спасибо. Конкретный вопрос требует конкретного ответа. Первая часть. Конкретно, сколько нужно в день и каких зерновых? Зерновые могут быть любые. Тритикали, ячмень. Ячмень в перемешку с кукурузой, с горохом, овес с горохом, с кукурузой. То есть, в принципе, может быть это кормосмесь, а не только зерно. Самое главное, чтобы обменная энергия концентратов была не ниже 8,5 мегаджоулей. Допустим, у чистого ячменя 10,1 мегаджоулей обменной энергии. То есть, можно давать ячмень в чистом виде. Ну, а можно смесь зерновых. В каком количестве задается? От 1,2 кг до 1,8 кг в сутки. Не раз, а именно в сутки. Делите на 2-3 раза в зависимости от кратности доек. Двукратное доение 2 раза в день. Значит, утром и вечером задаете зерновые. Трехкратное доение, значит, утром, в обед и вечером. От чего зависит такой диапазон 1,2 кг, 1,8 кг, то есть практически на 600 грамм разница? Все зависит от того, какие еще корма в рационе у вашей козы. То есть, если у вас бобовая сена, да, высокопитательная, жмыхи, допустим, и так далее, то, конечно, 1,2 кг будет достаточно. Если злаковое сено, если нет никаких больше жмыхов, или пасется на лугу, где злаковые травы, или скошенной травой кормите, то, соответственно, до 1,8 кг можете довести количество концентратов в сутки. И вторая часть вопроса, сколько протеина в день она должна получать? Что касаемо протеина, 326 грамм перевариваемого протеина в сутки должна получать 6-литровая коза. Также примерно около 9 грамм, там где-то 9,2-9,3 грамма фосфора в сутки и 10,5 грамм кальция. Требуется 6-литровой козе в сутки. Следующий вопрос. Чем обрабатывать коз от гнуса летом? Для собак есть капли с репеллентом, которые действуют в течение месяца. А коз обрабатываю от комаров и мошки препаратом Аксореп. Каждый день накладно выходит. Заранее благодарно. Я своих коз вообще ничем не обрабатываю. Дело в том, что под навесом, где они отдыхают после того, как наедятся, либо в зной, там продувает ветерок. И соответственно там никогда нет гнуса. То есть если какие-то затененные места, да, спокойные, плюс сам выгул у нас, там где у меня козы гуляют, там тоже постоянно продувает слегка ветерок. Соответственно там тоже минимальное количество гнуса, если какая-то одна муха пролетит, не более того. Но на фермах я знаю, что используют различные препараты. То есть это самое ходовое и народное, это креолин. Разводите его с водой и опрыскиваете своих животных. То есть вот эти вот прыскалки для растений, да, которыми мы листья опрыскиваем. Вот из него можно опрыскать животное, бока, спину, живот. Креолин пахнет действительно неприятно, очень резко, но это помогает. Далее есть препарат Flyblock. Flyblock, его используют для лошадей, для коров. Он не подходит для коз и овец, потому что у него есть ограничения по массе. Для животных менее 300 килограмм его не рекомендуют использовать. Но я знаю, знаю таких козоводов, которые его все равно используют. При этом я же считаю, что береженого бог бережет, поэтому Flyblock я бы не рекомендовал вам использовать. А что рекомендую, да, кроме креолина? Дельцид. Есть такой препарат, дельцид. Вы его разводите с водой тоже и также опрыскиваете животных. Но желательно это делать утром после дойки, на весь день. Не в обед и не перед вечерней дойкой. Там, согласно инструкции, если я не ошибаюсь, 7-8 часов до дойки нужно обработать дельцидом животных. Не поздней. Поэтому после утренней дойки вы обрабатываете и выпускаете их на выгул, либо выгоняете их пастись. А у нас четвертый вопрос. Подскажите, пожалуйста, что влияет на активное поедание сена козами? Но, дорогой друг, кто задал этот вопрос, конечно, ну как они будут с охотой, с аппетитом есть сено, когда их ждет свежая трава? Они даже, будучи голодными, будут ждать времени, когда же вы их выпустите. В летнее время это нормально. То, что рептух, сейчас многие используют рептухи для кормления коз. И хорошо они подходят, особенно там, где небольшие загончики, то есть достаточно скучно содержатся животные. Поэтому здесь, конечно, да, кормушка, удобная кормушка, интересная для животных, где широкий фронт кормления. Из таких кормушек поедаема сена выше. Также, почему козы у вас практически не едят сено? Скорее всего, оно прошлогоднее. Все, то есть год прошел, и козы не хотят его есть. Если вы сейчас скосите свежее, без дождя, подсушите и дадите им, они будут кушать его с таким же аппетитом, как и свежую травку. То есть здесь, понимаете, сейчас не сезон для активного поедания, тем более прошлогоднего сена. Сейчас, конечно, они в нем будут рыться, выбирать и так далее, потому что знают, что пойдут на пастбище. И это нормально, не нужно как-то обманом или еще каким-то способом заставлять их есть это сено. Но в кормушке оно должно быть обязательно. Круглый год у дойных коз. Следующий вопрос. Здравствуйте, у меня две козы-первокотки. Родные сестры, у одной молоко очень вкусное сливочное, а у другой вообще безвкусное, несозревшее как будто. Со вкусным молоком окатилось в марте, через неделю уже было хорошее молоко. А вторая окатилась в мае, но до сих пор незрелое молоко. Или оно так и останется безвкусным, пустым, и от козы придется избавиться. Но этот год уже однозначно до покрытия вы ее додержите, дадите ей шанс окатиться. То есть у вас должен быть год на то, чтобы посмотреть, изменится ли вкус молока. Несмотря на то, что козы, родные сестры, они могут быть двойняшки, да, из одного помета, одна мама, один папа, тем не менее, никто не отменял генетику. Правильно? Мы не знаем, какие гометы разошлись в яйцеклетке, в сперматозоид. То есть вполне возможно, что они не однояйцевые близняшки, поэтому они себя ведут по-разному и реагируют по-разному на корм. Плюс они у вас не в одно время окатились, вторая окатилась в мае, не так давно. Понаблюдайте за ней, с аппетитом ли она ест, какая у нее жвачка, насколько часто у нее появляется жвачка, нет ли от нее запаха ацетона. То есть, кто знает, вполне возможно, что у нее после родов, да, тот же самый ацидоз или китоз, допустим. Понаблюдайте, то есть, если она абсолютно здорова, весела и так далее, то вполне возможно, что это ее именно особенность врожденная. То есть, молоко у нее по вкусу отличается, чем у ее сестры. Очень часто такое бывает, что у дочерей отличается молоко по вкусу, чем у матерей. И у сестер между собой то же самое. Или сестры по отцу, но от разных коз. Тоже молоко по вкусу может очень сильно между ними разниться. То есть, в любом случае, сейчас посмотрите, осенью они перейдут на сено у вас. Посмотрите, как будет молоко на сене. Ну и первый окот всегда после первого окота. Но за исключением крайних случаев, когда совсем нет молока, чрезмерно туго дуется. Еще какие-то нюансы, есть эти нюансы. Во всех остальных случаях давайте козе второй шанс. А у нас следующий вопрос. Здравствуйте, козленок прокусил вымя в верхней части дойки. Уже больше месяца в этом месте выступает молоко. Что делать? Очень плохо, что уже больше месяца. Значит, само оно уже не зарастет, не затянется. Даже когда коза пойдет в запуск. То есть, нужно вам приглашать ветеринарного специалиста. Скорее всего, нужно будет подрезать краешки этой ранки. То есть, освежить их и наложить шов для того, чтобы это место затянулось. Само оно сейчас какими-то мазями, припарками. Когда прошло уже больше месяца, если было бы свежее, можно было бы кожу подтянуть и лейкопластырем подклеить в этом месте. Чтобы зарубцевалось, затянулось. А сейчас этого не произойдет. Поэтому приглашайте ветеринара и накладывайте шов. Должно помочь. А у нас седьмой вопрос. Купила козу очень худая. Как правильно составить рацион, чтобы не навредить? Но, во-первых, нужно знать, чем ее кормили в прошлом хозяйстве. У прошлых владельцев. Чем они ее кормили? Во-вторых, как давно она окатилась? Дойная она? Не дойная это ваша коза? Легкий ли был у нее окот? И так далее. То есть, ее какие-то физиологические, морфофизические особенности. То есть, может, она сама по себе всегда такая худая. Я не знаю, какой у нее удой. Может быть, она у вас дает литров 7 в сутки. Соответственно, конечно, она будет худая. То есть, очень много нюансов, на которые следует обратить внимание при кормлении такого животного. То есть, вы знаете, как кормили прошлые владельцы. Постепенно переводите на новый рацион. Если она чрезмерно худая, если молока мало, то, возможно, следует ее запустить и дать ей возможность восстановиться. Или у нее был, допустим, сложный окот. Вот, посмотрите, нет ли сзади выделений. А то, вполне возможно, есть какая-то инфекция, которую недолечили. Что у нее с суставами, с конечностями, в принципе, легко ли она встает и так далее. То есть, может быть, что-то ей причиняет боль или копыта. И из-за этого она плохо ест. То есть, очень много вот этих нон, на которые вы можете обратить внимание, так как животное при вас находится. Я вашу козу не видел и информации недостаточно. То есть, худая, но какая, какой возраст. Может быть, она возрастная и лет 15. Она и будет уже худая. Вы ее не накормите, что называется, досыта, чтобы она прям вся с жиру тряслась. Такого тоже не может быть. Может быть, вы новичок в козоводстве. В отличие от овец, у коз всегда ребрышки немножко проглядывают в заводской кондиции. Это нормально. То есть, это не выставочная, не откормочная. А та, которая у нас, как раз нам нужна для разведения и содержания молочных коз. Это заводская кондиция. К ней мы должны стремиться. Во всяком случае. И как новичок, вам кажется, что она худая. На самом деле, она вполне нормальная, ваша козочка. То есть, чуть больше информации, пожалуйста. Следующий вопрос. Добрый вечер. Как увеличить жирность молока? Жирность молока увеличивается, как правило, сложными углеводами, источником которых является сено. В зимнее время жирность молока всегда выше, чем в летнее. Особенно в начале лета, когда животные выходят на сочную траву. Поэтому в рационе у коз всегда должно быть сено, либо сухие веники. Лучше и то, и то в наличии. Ну, понятно, будет разнообразие. Чем больше, тем лучше. Но если нету, то что-то одно. Обязательно с выгула козы приходят. У них в кормушке должно лежать сено. И не просто сено какое-то заплесневелое, прошлогоднее и так далее. А то, которое будет для них интересно и аппетитно. Я, отвечая на один из предыдущих вопросов, уже говорил, что если есть возможность, сейчас скосить, подсушить его и задавать это сено свежескошенное, свежеподсушенное. Где-то складировать его, либо под брезентом, либо под каким-то навесом, или в сарае где-то, на крыше, допустим, на чердаке сарая. И козам задавать именно такое свежескошенное, свежевысушенное сено. Они будут есть его с аппетитом. Жирность молока обязательно повысится. Следующий вопрос. Здравствуйте, у меня коза первокотка. После родов дает молоко с капелькой крови. Появляется после отстоя молока. На мастит проверяю маститеста. Уже полгода прошло, а капелька есть. Правда, иногда проходит. Даю аскорутин. Что делать? Знаете, по-моему, под одним из предыдущих видео, где я тоже отвечал про то, что если нет возможности в лабораторию свозить молоко, то используйте разные тесты. Не только маститест, но еще какой-нибудь приобретите. Там очень хорошо написала женщина в комментарии о том, что уважаемые козоводы, если вы реализуете молоко, продаете его, а у нас его в основном покупают либо диабетикам, либо малым деткам, то обязательно возите молоко в лабораторию на анализ. Только лабораторный анализ будет максимально приближен к точным показателям. Все эти быстрые тесты, экспресс-тесты, это эффект плацебо, для успокоения души, так скажем. Не более того, то есть действительно, если занимаемся продажей, я согласен с этой женщиной, которая оставила комментарий, с ее мнением относительно данного вопроса, что действительно нужно возить в лабораторию. Да, сейчас удовольствие не дешевое, я сам вожу молоко в лабораторию от своих коз. Я знаю, сколько стоит анализ и общий анализ молока, и анализ на мастит, стоят они сейчас прилично, но мы все-таки реализуем продукты питания. То есть мы должны отвечать за качество той продукции, которую мы реализуем. А иначе проще сходить в универмаг и там приобрести молоко из тетропака. Непонятно какое, непонятно каким образом приготовлено, из чего оно там разведенное. Но это такое лирическое отступление. Теперь возвращаемся к нашему вопросу. Что касаемо капельки крови. Уберите, пожалуйста, все массажи, растирания, только бережное подмывание в козы. То есть похлюпали водой, подмыли, также полотенцем промокнули, подоили, сдоили все до последних, полотенцем промокнули. Но если смазываете соски после дойки, значит смазали и все. Не растирайте, не массируйте ни перед дойкой, ни после дойки соски своей вымя козы. Ну и соски в том числе, кто были у нас на лекции «Молочная продуктивность. Коз. Путь качественного молока». Там мы говорим о том, что кончики сосков, основания сосков, самые такие места, где большое скопление нервных окончаний. Когда мы делаем массаж вымяни, делайте упор на эти места. Ну вот, раскрыл вам небольшой секрет из того, что уже у нас есть на наших лекциях. Какая информация. Так что исключайте этот момент. Значит, и в принципе, я думаю, ну уже полгода коза доится, то есть прибавки молока не ожидается. Значит, достаточно только убрать массаж вымяни. Что касаемо препаратов для укрепления сосудов и так далее, ну что же, прям проблема с сосудами разве у козы? Все нормально. Посмотрите, в течение где-то 3-4 дней, как будет себя вести. Еще видите, я же не знаю ваше животное, какая у нее форма вымяни и сосков. Может быть, вы захватываете чуть выше, чуть больше. Может, сами соски короткие, а дальше расширение, вам кажется, что это сосок, а на самом деле это уже вымя пошло. Обратите внимание, как она стоит при дойке. Если плохо стоит, переминается периодически, либо ногу поднимает, значит, где-то вы делаете ей больно, захватываете. Вот тоже обратите на это внимание и постарайтесь убрать вот этот момент в дойке, то есть, либо опуститься ниже по соску, либо наоборот подняться выше, в зависимости от того, какие форма, размер сосков у вашей козы. И все будет нормально, никакой крови в молоке, более наблюдаться не будет. А я напоминаю, что отвечаю на вопросы, которые задали участники нашей группы ВКонтакте, группы школы козоводства Вячеслава Шаталова. Вы написали вопросы, я на них сегодня и отвечаю. А у нас следующий вопрос. Глистогонная и прививки. Знак вопроса. Ни здрасте, ни пожалуйста, ничего. А вот, может быть, даже человек не знал, кому задают вопрос, да, хотя, ну, мне кажется, из названия группы школа козоводства В.А.Шаталова, ну, наверное, понятно, кто будет отвечать на ваши вопросы. Что касаемо глистогонных. Был один из первых вопросов у нас, правда. Сейчас я посмотрю. Так. Вот, первый вопрос как раз был. Как и чем правильно глистогонить? Я уже на него ответил, на первую часть вашего вопроса. Что касаемо прививок, значит. Смотрите. Прививки делаются от сибирской язвы и в зонах подтопления лептоспироз. Производится первая прививка в возрасте от трех месяцев. До трех месяцев козлятам никакие прививки не ставятся. В возрасте от трех месяцев сибирская язва. Если же есть, ну, повышенная влажность, да, зоны подтопления, то еще лептоспироз. У нас, допустим, такой проблемы нету, поэтому не ставятся. А анализ берется на бруцеллу, на бруцеллез, потому что бруцелла мелкого рогатого скота считается одной из самых заразных и опасных, которая может приводить вплоть до смертельного исхода. Кстати, если вы занимаетесь мясным козоводством или овцеводством, шерстным пуховым козоводством, овцеводство шерстное, мясное тоже, то раз в год ставятся прививки и берутся анализы. У молочных коз, коз молочных пород и у крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и прививки и анализы производятся два раза в год, весной и осенью. А у нас еще один вопрос. Я обещал, что возьмусь от 7 до 10 вопросов, но на тот момент, когда я снимаю это видео, поступило 11 вопросов. Все 11 вопросов я решил озвучить и дать на них ответы. Поэтому 11 вопрос. Вячеслав, добрый день. Ну, видно, что человек знает, кому пишет. Подскажите, у козочки 3 месяца начали слоиться рожки. Что делать? Это первая моя козочка никогда не держала. Смотрите, рожки слоятся, потому что сейчас у нее идет активный рост и немножко ей не хватает кальция, витаминок для общего роста организма. Это может быть связано с тем, что до 3 месяцев она получила недостаточное количество молока. Может быть, ее на ЗЦМ выкармливали и при этом не по норме. Либо на обычном молоке она тоже разбавляли, либо с каким-то чаем и так далее, с водой. И порция большая, а количество самого молока или ЗЦМ было минимальное. Поэтому рожки у нее слоятся. Вы не переживайте, не волнуйтесь. Сейчас вот ей 3 месяца, где-то примерно в полгода, после полугода, рожки станут блестеть. Все будет нормально. То есть, было бы хуже, если у нее копыта начали слоиться. А копыта не слоятся, только рожки, они восстановятся. Сейчас бурный вот такой рост пройдет. И с полугода вы сами заметите, что перестали они слоиться. То есть, обратите внимание по ее телосложению. Может быть, стоит поставить и препарат витаминок в дозировке 1 мл на козленка. То есть, тот же самый Леовид, допустим. Лизунец с минеральными добавками. В принципе, лишними они точно не будут. Но повода для волнения никакого нет. А я благодарю вас за внимание. И если вас еще нет в нашей группе ВКонтакте, в группе Школы Козаводства Вячеслава Шаталова, то добро пожаловать. Ссылки я оставлю в описании, в первом комментарии на нашу группу. Проходите, подписывайтесь. У нас много интересного. Каждый день новые, интересные, а главное, полезные посты, тексты и статьи. Субтитры создавал DimaTorzok